Сегодня в Нур-Султане проходит ярмарка аграрии фи-товаропроизводителей Западно-Казахстанской и Жамбылской областей. На площади возле торгово-развлекательного центра столицы работает Асхат Ниязов. Асхат, приветствую. Много ли людей пришли за покупками и удается ли продавцам и покупателям соблюдать санитарные меры? Спасибо. Людей очень много. Давайте вот, чтобы было наглядно, посмотрите, вот сейчас оператору попрошу показать. Людей очень много, как всегда. Ну вообще ярмарки такие, сельхоз пользуются популярностью у столичных жителей. Что касается санитарных норм, давайте начну с того, то есть что я увидел. Когда заходишь сюда, на сельхозярмарку, тебя встречают очень приятные девушки, очень вежливо, приятным голосом просят одеть маску. То есть это, конечно, первое впечатление, оно, как говорится, самое важное, и оно очень хорошее. То есть там заборами разделили потоки, кто входит, идут одним потоком, кто выходит другим. То есть первые впечатления были хорошие. Что касается дальнейшего, то, что мы здесь увидели. Ну опять же, телезрители сами все могут видеть. Как скажем, масочный режим соблюдает половина примерно тех продавцов, которых мы увидели. Вот даже вы можете посмотреть, вот девушка сейчас спиной к нам стоит, у нее маска вот на подбородке. И здесь таких очень много. Можно, конечно, говорить о том, что трудно, может быть, как-то дышать, или еще какие-то есть причины. Но факт остается фактом. Ну, например, давайте, вот здесь где-то был представитель Акимата, Руслан Фаритович. Как у вас должность, правильно? Руководитель отдела развития торговли города Нур-Султан. Добрый день. Руслан Фаритович, я знаю, что у вас есть какое-то заявление. Вот просто сейчас объясню телезрителям. Вчера у нас было прямое включение отсюда. Моя коллега Динара говорила о том, что жители жалуются на цены. То есть сюда зачем приходят? Потому что здесь объявляется и анонсируется то, что здесь цены ниже рыночных. Руслан Фаритович, скажите, что вы хотите по этому поводу сказать? Добрый день еще раз. На сегодняшний день у нас ярмарка проходит двух регионов. Это у нас товаропроизводители Джамбульской области и Западно-Казахстанской. Об этом мы уже сказали. По ценам. Возле каждого павильона установлены баннеры с фиксированными ценами. То, что касается цен на продукцию, которая представлена на ярмарке, цены фиксированы. И если вы заметили или увидели превышение цен на ярмарке, вы всегда можете обратиться к нам. Потому что сотрудники управления и отдела постоянно присутствуют здесь на ярмарке. Пожалуйста, вы можете записать телефоны. На этих телефонах есть WhatsApp. Сюда можно звонить и писать. Давайте, чтобы не просто обращаться, а конкретно. Можете сейчас в прямом эфире продиктовать телезрителям номер телефона, по которому они могут позвонить. Телефона два. Первый телефон. Это 8 702 800 77 37. Это мой телефон. Вы всегда можете позвонить и всегда можете написать. На телефоне есть WhatsApp. Есть еще один телефон. Это сотрудник моего отдела тоже. Главный эксперт. 8 705 162 14 59. На этом телефоне тоже установлен WhatsApp. На телефоне есть связь. Пожалуйста, вы можете звонить. Мы всегда возьмем трубку. И то, что касается превышения цен, мы готовы вместе с представителями регионов пойти и разобраться. И указать на то, что цены выше, чем заявленные. Вот. Отлично. С ценами разобрались. Теперь, раз уж вы здесь с нами. Давайте вот просто подойдем к первому попавшемуся прилавку, например, с мясом. Вот как вы считаете? Вот я вижу вот этот вот ребра лежат. Прямо на солнце вокруг мухи. Вот покажите картинку, которую мы видим вот прямо здесь с представителем Акимата. Как вы считаете, это нормально? Ну, я, насколько я знаю, по нормам СЭС действительно это, возможно, ненормально. Но давайте мы можем позвать сюда представителей регионов и спросить. То есть вот это у нас получается шатер Западно-Казахстанской области. Можно будет вас на минуту? Можно будет? Представители, я так понимаю, да? Да, 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 да. Можно вас будет, пожалуйста? Можно, пожалуйста. Хабар-24, мы работаем в прямом эфире. Подойдите, пожалуйста, к нам. Это представители Западно-Казахстанской области? Да. Я так понимаю, они не настроены или прямо к ним подойдем? Давайте попробуем подойти. Здравствуйте. Хабар-24, мы работаем в прямом эфире. Вот хотели спросить у представителя столичного Акимата по поводу того, что мы увидели картину мяса на солнце, мухи вокруг. Он хочет, в свою очередь, у вас спросить. Почему так происходит? Ну, мы приехали из Западно-Казахстанской области, район Батерек. Вчера мы свою мясную продукцию уже реализовали. Вот есть районы, которые сейчас... Ну, все в процессе же. Люди идут, сейчас будет все это резаться, обрабатываться, догониться. Вот смотрите, я час назад сюда пришел, подошел, увидел. Ничего не изменилось за час. Ну, в принципе, вы же знаете, мясо сырым не естся. То есть мясо везется домой, оно кипятится минимум 3 часа, и при температуре, ну, вот, при температуре, ну, как бы, происходит... То есть, как бы это нормально, по-моему? Ну, я не скажу, что это нормально. Проварится, в общем, ничего не будет. Нет, я вам говорю просто, ну, вот, это же естественный процесс, мясо ложится в воду, мясо кипятится минимум 3 часа, там, сливается первая вода, там, вторая вода. Поэтому, ну, в принципе, я думаю... Все, хорошо, ладно, давайте с этим, я думаю, каждый из телезрителей сделал вывод. Мы услышали позицию Западно-Казахстанской области и Столичного Акимата. Скажите, пожалуйста, по поводу того, что вот сегодня представлена Западно-Казахстанская область и Жамбулская область. При этом, и вот вы сами подтвердили, что здесь встречаются и столичные предприниматели. Как им удается сюда проходить, и как вы считаете, должны ли они здесь быть или нет, если заявлены две другие области? Вообще, у нас ярмарка, это товаропроизводители, да, вот, именно с регионов. Поэтому, ну, присутствие здесь, на этой ярмарке представителей города Нур-Султан запрещается. Ну, нельзя. Но, тем не менее. Вы же понимаете, что сейчас вот год очень тяжелый. То есть, пандемия. Весь бизнес практически стоял. То есть, никто не работал. Поэтому сейчас, ну, вот, люди, грубо говоря, и население города соскучилось по этим ярмаркам. Вы видите, поток идет очень большой. Вы пускаете их сюда? Мы входим в положение и мониторим цены. То есть, вот, я еще раз говорю. Не про цены, а про то, что здесь есть и столичные, и клубника из Бишкека, то есть малина. Ну, из Бишкека она приезжает же сюда, в Казахстан попадает, да. Если спрос на продукцию эту есть здесь у жителей города, то тогда они становятся здесь и продают. Все, спасибо вам большое за комментарий. В общем, вы видели. Но, тем не менее, все-таки это ярмарка. И как позиционируется это все здесь свежие продукты, фрукты, овощи, мясо и так далее. То есть, если вы считаете, что вам нужно сюда приходить, просто просим. Погода хорошая. Welcome, как говорят. У меня все. Спасибо, Асхат. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Асхат Ниязов. А мы продолжим.